Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Кража личных данных – распространенная ситуация. Случиться такое может с каждым. Чем грозит утечка персональных данных? Как обезопасить себя от этого? И можно ли подать жалобу на похитителей информации? Расскажем в нашем новом видео. Что относится к персональным данным? Закон не дает конкретного описания такой категории, как персональные данные. Подробнее об этом расскажет юрист компания РосКо Максим Леонов. Согласно закону о персональных данных, ими и признаются любые данные, которые так или иначе относятся к владельцу информации. Такое широкое толкование позволяет относить к личным данным практически любую информацию о человеке. Персональные данные бывают общими, специальными, биометрическими и иными. К общим относятся фамилия, имя общества, пол, дата рождения, адрес, семейный статус и звание. Как правило, они размещены в общем доступе. К специальным принадлежат раса, нация, политические, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь и т.д. Зачастую эта информация находится в закрытом доступе. Биометрические данные включают в себя биологические и физиологические особенности организма конкретного человека, используемые для идентификации личности, например, ДНК, отпечатки пальца, Face ID. И, наконец, к иным относятся те персональные данные, которые часто меняются. Это могут быть сведения о зарплате, стаже, отпусках и т.д. Как подать жалобу в случае кражи персональных данных? За соблюдением законодательства в области охраны персональных данных россиян следит Роскомнадзор. Если человек понял, что кто-то завладел его личными сведениями или подозревает, что они скомпрометированы, он вправе обращаться за помощью в это ведомство. Уведомляет Роскомнадзор об обработке личной информации обязаны даже работодателям. Как подать уведомления и каковы штрафы за его игнорирование, мы рассказывали в одном из наших видео. Переходи по ссылке и смотри подробнее. Продолжим. Подать жалобу в Роскомнадзор можно через официальный сайт ведомства. В разделе «Общественная электронная приемная» или непосредственно в офисе. При себе нужно иметь два экземпляра обращения. В первом случае потребуется заполнить электронную форму обращения, в которой указывается тема, фиу заявителя, емейл, место распространения и текст жалобы. Можно прикрепить также фото, видео и сканы документов, подтверждающие факт утечки данных. Письменные обращения рассматриваются в течение 30 суток с момента регистрации. Представители ведомства вправе инициировать иски против операторов данных, допустивших такие нарушения. А вы сталкивались когда-либо с кражей своих персональных данных? Как поступили в этой ситуации? Ждем ваши ответы в комментариях под этим видео. Продолжим. Дополнительно граждане вправе обратиться в прокуратуру. Подать заявление можно онлайн на сайте соответствующего отделения через пункт меню «Обращение граждан» или на портале «Госуслуги» в разделе «Подача обращения в прокуратуру». А еще можно направить заявление в подразделение МВД России «Управление К». Ведомство занимается рассмотрением обращения по преступлениям в киберпространстве, связанных с кражами данных с интернет-ресурсов. Если ваши персональные данные украли и вы хотите подать жалобу на похитителя информации – РОСКО поможет. Для облачения помощи наших юристов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Какая ответственность грозит нарушителям за кражу личных данных? Госдума неоднократно пересматривала штрафные санкции за разглашение личных данных граждан, нарушение правил хранения, обработки персональных сведений и прочее – каждый раз в сторону увеличения размера штрафов. Например, если нарушены правила обработки и действия не содержат признаков уголовно наказуемого преступления, к нарушителям применяются штрафные санкции от 2 до 6 тыс. рублей для физлиц, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 60 до 100 тыс. рублей для юрлиц. Более серьезные преступления, такие как сбор персональных данных, опубликованных в интернете, публикует за собой штраф от 1 до 6 млн. рублей при первом, от 6 до 18 млн. рублей при втором нарушении со стороны юрлица. Неправомерное распространение личных и семейных сведений физлица на публике, или в СМИ может караться уголовным наказанием – штрафом до 200 тыс. рублей или в сумме дохода, полученного в срок до 1,5 лет. Еще один возможный вариант развития событий – назначение обязательных, исправительных или принудительных работ на срок до 360 часов года или 3 лет. А еще нарушителю грозит арест до 4 месяцев или лишение свободы до 2 лет, запретом заниматься определенной деятельностью на период до 3-х лет, в зависимости от тяжести деяния. Остались вопросы? Смирно задавайте их нашим специалистам. Все контактные данные вы найдете по ссылке в описании. С вами была Алена Талаш. Будь в курсе! Будь с русско! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова